Линейка лифтбека Kia Stinger пополнилась в России новым исполнением Style. Комплектация основана на версии Prestige, от которой взят не только двухлитровый турбомотор и полный привод, но и кожаные вентилируемые сидения, светодиодные фары, камера заднего вида и 18-дюймовые колеса. Версия Style дороже Prestige на 35 тысяч рублей, в свою очередь из-за премиальной аудиосистемы Harman Kardon. У неё 15 динамиков и сабвуферы, которые установлены под передними сидениями. А естественный звук двигателя украшает активная система ASD. Помимо этого Stinger Style получил тёмный хромированный декор бамперов, решётки радиатора и зеркал. До сих пор так оформляли только старшие модификации GT Line и топовый GT с мотором V6. А яркий цвет Neon Orange заимствован у американской ограниченной серии Stinger GTS. Электромобиль Porsche Taycan вышел в новой версии 4S, которая будет младшей по отношению с уже представленным вариантом Turbo и Turbo S. И если у последних не было турбонадува, то Taycan 4S не выделяется особой трансмиссией. Все Taycan'ы двухмоторные и полноприводные. Зато есть отличия в других характеристиках. Базовая батарея 4S на 14 кВт-часов менее ёмкая, чем у Turbo. Но есть продвинутые исполнения Performance Plus с полноразмерной батареей и увеличенной мощностью. Динамика разгона от комплектации не зависит. А вот запас хода, конечно, отличается. Причём версия Performance Plus оказалась самым дальнобойным Taycan'ом. Поставки машин в Россию начнутся следующей осенью, но заказы уже принимают. Продолжение следует...